ну что ж дорогие друзья всех приветствую в канаде всех приветствую на моем канале как вы уже догадались я сегодня ходила в зару нет я не сегодня ходила мы с вами пойдем зару а я ходила несколько дней назад когда снимала видео хотела посмотреть новую коллекцию осеннюю но если честно как-то осенних теплых вещей еще почти что совсем нету вот какой-то нашла один свитерок ну вот буквально парочку таких кардиганчиков свитерков тоненьких ажурненьких но правду сказать они у них и летом продаются поэтому я не могу сказать что это что-то такое особо осенне-зимнее хочу вот обратить ваше внимание на это платье зара полна одежды с такой туркменской расцветкой узбекской туркменской я не очень честно говоря разбираюсь простите меня если я что-то напутала но вот такие вот мотивы в тканях очень характерны для одежды средней азии и очень много вещей в заре вот именно вот таких вот расцветок ну это платье не совсем вот зеленая была прям такую узбекской по моему и много есть похожих платьев но вообще как бы этника в заре всегда присутствует очень не в больших так сказать количествах у них очень много этнических мотивов одежды ну вот особенно последнее время ну вот например даже вот это платье такая расцветка знаете это такой бога стиль бога этник я бы сказала он зачастую как бы присутствует в одежде в заре я думаю что это не зара конечно придумала я думаю что это тенденции последних лет моды вот этот стиль бога который как бы он вот в тканях в расцветках он именно вот выражен такими этническими расцветками рисунками вышивкой вот даже вот это вот блуза тоже такая прямо совершенно этническая и кстати вот на неимоверное количество обилие вышивок на одежде в заре особенно в последние несколько лет это тоже как бы признак этники признак бога в общем как бы они очень-очень этим увлечены но не только я хочу сказать что есть вещи такие более классические более такие базовые что ли и вот там в конце где-то в середине видео я наткнулась все-таки на такую полочку где висели вещи очень спокойно очень размеренных расцветок черно-белые бежевые классический тренч в общем более такие на не на любителя этники а скажем на людей которые любят классический стиль и предпочитают в одежде базу но и таких вещей мало может быть на сайте немножко больше но в самом магазине ну такие цветные вещи яркие броски совершенно безумные даже иногда много перьев много страз вот это как раз платье такое черно-белое но как раз очень но такое скромное по заровским меркам нынешним украшение огромное видите вот эти вот такие золотые кольца ну и как всегда в заре совершенно какие-то такие большие крупные серьги очень красивые мне они очень нравятся я вообще люблю заровские украшения ну и как всегда конечно они у них много всего чего интересного сумочки такие плетеные вот тоже вот вышивка на джинсовой куртке интересно кстати интересная курточка белая джинса и таким бежевым бежевым нитками вышитые букетики такие цветочки 60 долларов не страшно не так уж и много но это очень оригинально смотрится симпатично и и как бы не очень ярко но в то же время оригинально понравилась мне эта курточка ну вот это платье неплохое вот это очень хорошая льняная белая рубаха я взяла ее в примерочную померить потому что мне вот мне очень понравилось ее как бы вот качество льна оно такое вот я посмотрела стопроцентный лен но какой-то такой знаете не не грубая такой нежный лен тонкий очень интересный прекрасного белого цвета рубашка классная я вот ее примерила и я должна сказать что она очень очень симпатичная это спешил прайс то что у нас называется то есть это такое вещи которые не не на сейле а выходит на распродажу в течение года вот видите это блуза стоила 79 сейчас мы стоит 45 это не сезонная распродажа это меж между сезонами у них есть такая вот мид сезон селк что называется то есть вещи которые немножко они подешевле и но на них цены не спускают как например на сейле спускают там каждую неделю две принципе вот цена держится до распродажи они будут стоить столько сколько они стоят сейчас то есть до следующего декабря то есть декабря этого года есть льняные рубашки вот кстати я хочу сказать вот вот эти вот вот этот лен он такой какой-то такой знаете грубый толстый не такой неаккуратный даже как-то выглядит а то белая рубашка очень очень хороший лен такой красивый ли он знаете тонкий не знаю как объяснить но в общем в следующем видео будут примерки в этом видео не будет а в следующем то что длинно очень получилось видео а вот это безумное безумство я тоже взяла в примерочных это платье туника что-то такое пляжно отпускное посмотрите на рукавах какие-то бусины расцветка такая очень яркая я люблю такие расцветки но если честно опять же носить их в канаде ну вот некуда если только на курорт вот принципе можно ну и вот конечно такие обувь с перьями безумно красиво зеленого цвета такой изумрудного прям босоножки даже шлепанцы они там вообще все присутствует в них что вообще такой знаете кич-кич такой и перья и бархат и каблук высоченный но вы знаете это сделано со вкусом я бы сказала то есть конечно тоже на любителя все но я не могу сказать что это выглядит уж очень так крипово не как бы с определенной одеждой с определенным нарядом такие шлепанцы можно вполне их внедрить в какой-то гардероб но сложно конечно я понимаю значит это платье например 39 евро у нас очень часто в канаде есть вещи с ценами в евро то есть как будто вы не переклеили этикетки на наш доллар и конечно у нас это стоит дороже я думаю что у нас это стоит долларов 80 хотя если 39 евро переводить в наши доллары это должно быть долларов 50 по моему или что-то такое а у нас они стоят по 80 то есть вот у нас вещи в принципе вообще дороже чем в европе даже не только если переводить евро в наш доллар а вообще в принципе они идут с какой-то наценкой не знаю за бензин которыми их везут из из испании но самое смешное что их уже везут не из испании но шьют их где угодно только не конечно не на северном континенте не знаю нам перевозка дорогая не знаю почему у нас дороже но вообще потому что в канаде все дороже канада дорогая страна вот этот платье очень красивая мне понравилась очень расцветка синие отказ бежим и я пока ходила снимала я хотела взять примерочную пока ходила снимала вернулась за ним и не было уже размера моего а был large вот этот я рассматривала а когда пришла взять в примерочную ту же large не было размера я не взяла потому что medium смол я не рискнула ну вот видите какие яркие вещи просто эту коллекцию можно назвать яркая осень но это не совсем осень я бы даже не назвала эту коллекцию осенней потому что собственно теплых то вещей еще и нету особенно есть вещи вот такие вот такие все как будто бы шелк как будто бы какие-то крепдышины и конечно же стразы 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 ой как много страза в зале но вообще конечно коллекция попугайская я должна сказать что все что сейчас почти все что сейчас у них висит это вот такие вот блестящие стразы на на обуви очень много я буду показывать дальше вы увидите вот такие вот совершенно безумнейших расцветок одежда но тут как раз зеленая такой однотонная кстати красивый зеленый цвет я люблю там брюки блузы и вот такие вот прям такие яркие цветные какие-то я даже не знаю какие-то индийские мотивы в тканях в общем что-то что-то сумасшедшие даже когда они однотонные они очень яркие вот как эти зеленые вещи эта рубашка и брюки тоже взяла примерочную потому что мимо зеленого пройти не могла спокойно и всякие очень яркие такие вырви глаз цвета вот зеленый фуксия ярко-розовый очень много синего кстати вот то этого мы видели там вещи были синего цвета потому что синий цвет считается что этот цвет следующего сезона но в заре если честно и наряду с синим очень много зеленого как и в прошлом году кстати в прошлом году зеленый считался цветом сезона а в этом году он по-прежнему присутствует в большом количестве и вот видите вот этот фуксиевые какие-то топы причем они все-таки атласные шелковые с какими-то деталями много разных деталей в общем зара конечно жжет который сезон вот например такой костюм вот такая вот блуза она такая как-то кривотышиновая полупрозрачная с орнаментом с таким отделкой довольно красивая причем так все сделано видите манжет сделан из этой цветной ткани планка на застежке и вот такие же брюки вот такой же расцветки только они сделаны с другой ткани более плотный такой как будто бы атлас шелк потому что блуза прозрачная брюки такие сделать нельзя прозрачные поэтому вот из такой же ткани но более плотный и это такой костюм вообще конечно он такой немножко пижамный богемный такой знаете так одеться конечно надо иметь большую смелость прекрасные замечательные, красивые заровские украшения. Олечка Вару, привет! Я помню, что ты купила такие серьги, по-моему, только черные. Они действительно необыкновенно красивые. Я вообще люблю украшения из Зары. У меня много. И я хочу сказать, что в отличие от мнения о том, что они разваливаются там сразу тут же, это неправда. У меня они долго-долго хранятся, и очень много... Некоторым очень много лет они прекрасно... В прекрасном состоянии прекрасно сохранившиеся. Вот я говорила про то, что в Заре, несмотря на вот эти вот яркие, безумные вот эти вот расцветки, есть какой-то такой отдел, где присутствуют такие базовые, спокойные тона, черно-белые, бежевые, джинсы. Вот такая сумочка черная, спокойненькая, без всяких там блесток и стразов. Просто вот такая вот сумочка-багет. Кстати, очень приятная, миленькая такая сумочка, такая обыкновенная. Яркая, как раз вот на каждый день, только маловато немножко, маленького размера. Но если кому не нужны большие сумки, то симпатично. Вот шлепанцы, все это еще летнее. Кстати, зимней обуви тоже нет. Ни сапог, ни ботинок, ничего. Все вот эти вот летние шлепанцы, босоножки, сумасшедшие каблуки, стразы. Может быть, есть что-то другое, но, если честно, мой глаз вот врывал вот такие вот яркие вещи. Тоже вот это тоже, по-моему, линейная блузка, пиджак, жакет. Я обратила на нее внимание, кстати, довольно дешево, 80 долларов для зара, для жакета, это дешево. Ну, если не на распродаже, конечно. Но вот этот вот рукав. Ну, послушайте, ну, кто в наше время уже шьет жакеты вот с этим вот присобранным рукавом, еще и застегнутым на пуговичку? Это ж вообще уже, ну, я не знаю. Причем я, вы знаете, попыталась его расстегнуть, подумала, может быть, он просто вот действительно так закручен и застегнут, а если расстегнуть эту пуговицу, то он распрямится и будет нормальный рукав. Но нет, он, видите, он вот так вот сшит, вот такой вот колбасой какой-то закручивается это все. Конечно, это испорченная вещь. Я не знаю, зачем зара это делает. Они вроде бы такие модные, современные, следят за трендами, все последние тренды у них, а вот эти вот жакеты с этими рукавами, с присобранными в сборочку, это уже такой какой-то вообще совершенно старомодный. И вот они продолжают их делать и шить их, и шить каждый год. Каждый год они делают эти жакеты. Причем это невозможно исправить. У них такой вкрой рукава, что его невозможно исправить. Ну, неважно, значит, не будет такой жакет. Вот, кстати, потрясающий белый атласный пиджак, жакет. Тоже такой концертный фраг, я бы сказала. очень такая, знаете, яркая вещь, прям нужная в любом гардеробе. Вот еще босоножки, которые нужны каждой девушке за 100 долларов, обязательно и непременно, платформы, каблуки. Ну, кстати, это снова вошло в моду, и тоже не Зара ввела, по-моему, Сен-Лоран сделали несколько лет назад такие босоножки, и все их подхватили, и все их делают, все магазины. Стразовые серьги, это уже такой отсыл к предстоящему Новому году. Вот это уже зимняя коллекция, я бы сказала, потому что к Крисмасу и к Новому году у нас появляются всякие вот эти вот со стразами серьги. Ну, и вот я говорила, что в Заре очень необычные такие яркие украшения, вот посмотрите, такие рыбы какие-то, необычные, знаете, оригинальные украшения, вот эти вот цветы, я не знаю, наверное, они будут тяжелые, потому что они металлические, и в ухо, если надеть такую серьгу, то ухо оттянется, наверное, но посмотрите, какие они красивые, и какие они оригинальные, вот на самом деле. Я, конечно, не знаю, может быть, Зара тоже где-то заимствует эти идеи, у кого-то копирует, но я, честно говоря, как-то не видела, мне кажется, что это их ноу-хау заровский, вот эти вот дизайн, вот такие вот интересные украшения в Заре, что да, то да. И опять же повторюсь, у меня есть много украшений, которые прекрасно живут, много лет, не ломаются, ничего с ними не происходит, так что не все так плохо. Шелковые шарфы, платки у них, несколько лет уже они их делают, по 50 долларов, чистый стопроцентный шелк, несколько расцветок, кстати, одна из расцветок тоже вот такая вот, видите, совершенно узбекско-таджикские вот такие вот мотивы в одежде, вот прям такие этнические, очень вот это, видимо, сейчас какая-то пошла вот такая вот мода, наверное, тоже у каких-то дизайнеров они это скоммуниздили эту идею, вот, такие же, как зеленые сиреневые шлепанцы с перьями, с бархатным, с бархатным каблуком, абсолютно точно такие же, как те зеленые, потрясающего сиреневого цвета, конечно, это что-то с чем-то, вот еще костюмчик вырви глаз, это блузы и брюки такие, ну, знаете, это чисто вот, я даже не знаю, куда это носить, но вот, как для глаза радость, вот такая вот яркая вещь, вот, просто радует глаз, но я отдаю себе отчет, что эти вещи очень неносибельны, ну, вернее, как для кого, но для моего, например, лайфстайла, они очень неносибельны, потому что мне, как бы, в таком ходить, у нас, я вам потом расскажу историю, что я была на работе, ну, в общем, в чем я была одета, и, в общем, интересная история получилась, намного менее яркая на мне была одежда, чем вот это вот, то, что представлено в Заре, и то, как бы, немножко так, было, в общем, мне неловко, но неважно, это другая история, потом расскажу как-нибудь, вот опять стразы, стразы в разных вариантах, обувь со стразами, в общем, она не дешевая, это же не кожа, 100 долларов стоит, клеенчатая, такая вот, полиуретановая туфля, и со стразами, ну, это, конечно, уже тоже, наверное, отсылка к Новому году, к Рождеству, ну, ну, и вообще, на какой-то праздник, если нужно, вот, ну, они неудобные, конечно, это вот в них посидеть, наверное, хорошо, не знаю, может и ничего, надо померить, ну, и еще стразы, только теперь уже в серьгах, это что-то вообще бесподобное, такие огромные, большие, большие, каменья, прямо, знаете, как, как из Лувра, такие, украшения английской королевы, и снова стразы, и снова бантики, и стразы на обуви, ну, в общем, как вы поняли, да, какая коллекция в Заре сейчас, яркие цвета, безумные расцветки, много стразов, много блесток, ну, и в следующем видео, вот это вам затравочка на примерке, который будет в следующем видео, обязательно подпишите, чтобы его не пропустить, а на сегодня все, с вами была ваша деда из Канады, люблю, целую, пока, пока, бай,